Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сети этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT будем следить за британской статистикой, за данными по темпам экономического роста и промышленному производству. Также в 6.00 по GMT выйдет отчет по инфляции в Германии. Еще один компонент, который поможет нам определиться с перспективами европейской монетарной политики, и я как сторонник того, что евро сильно перекупленный должен снижаться, конечно же, в этом отчете будут искать дополнительное подтверждение ослабления инфляционного давления. Потому что чем ниже будет инфляция в Германии, тем, соответственно, больше оснований будет говорить о замедлении индекса потребительских цен, рост инфляционного давления в рамках всей европейской экономики. Ну и главный релиз не только этой торговой сессии, даже не только этой недели, последнего времени, это данные по инфляции в США, которые выйдут в 12.30 по GMT. Здесь уже комментарии относительно того, что этот отчет повлияет на будущее действие Федрезерва, на мой взгляд, излишне. Если вы следите за фундаментальным фоном и, в частности, за моим контентом, вы уже наверняка знаете то, что именно этот отчет формирует американскую монетарную политику. Именно вокруг этого релиза сейчас наблюдается больше всего спекуляций, поскольку трейдеры, пытаясь прогнозировать, что же произошло с индексом потребительских цен в прошлом месяце, пытаются найти ответ на вопрос, что делать с долларом дальше. Это правильный вопрос, который нужно задавать в текущих условиях, особенно после серии крайне слабых релизов макроэкономических из США. Мы их, собственно, проговариваем и разбираем уже не один день, и я надеюсь то, что вы уже для себя в нужном месте отложили именно такой новостной бэкграунд, новостной фон, багаж касательно того, что экономические условия в Штатах за последние 2-3 недели ухудшились. И очень многое теперь, если не все в прямом смысле, зависит от того, какие цифры мы сегодня увидим по индексу потребительских цен. Это статистика за июнь. Индекс потребительских цен, как я уже отметил, станет основным триггером для движения финансовых инструментов, доллара и так далее. Индекс доллара сейчас торгуется на отметке 104.60. Можно вспомнить про выступление Паула в Конгрессе, что перед Сенатом, Банковским комитетом, что перед Палатой представителей. Риторика, в принципе, была одинаковой. То, что американский регулятор добился значительного прогресса в снижении инфляционного давления, но победу еще пока объявлять слишком рано. Преждевременное снижение ключевой процентной ставки. Прямо столько раз ему задавали этот вопрос, не пришло ли время для того, чтобы смягчить экономическую политику. На что, собственно, Паула отвечает, что преждевременное снижение ставки будет иметь такие же негативные последствия, нежели чем удержание или сохранение ставки высоко в течение длительного периода времени. Все по-прежнему зависит от фундаментальных отчетов. РС не ориентируется только лишь на данные по индексу потребительских цен. Он внимательно следит за состоянием всех секторов американской экономики за рынком труда. Но, честно говоря, такая формулировка со стороны Паула лично у меня вызвала еще больше вопросов, потому что как раз вот к той же самой сфере услуг, к рынку труда есть чуть ли не самые большие вопросы. Вспомните последний релиз по Non-Farm Perils. Если бы не прирост количества новых рабочих мест в сравнении с прогнозом, то мы вообще бы сказали, что рынок труда очень сильно разочаровал. Но уровень безработицы вырос, темпы заработных плат замедлились, что является предпосылкой для ослабления инфляционного давления. Раньше я также делал отсылку на индекс PC, индекс расходов на личное потребление, на активность в сфере услуг. В общем, сейчас нам нужно сфокусироваться именно на показателе инфляции и принятие оппозиции относительно того, что если сегодня те эксперты, которые были опрошены перед выходом этих релизов, окажутся правы, и индекс потребительских цен в США перепишет новые локальные минимумы, снизится с 3,3 до 3,1%, у нас будет самая настоящая, полноценная тенденция ослабления инфляционного давления в США и, наверное, уже будет не совсем тактически верно отказываться от сценария, при котором американский регулятор снизит процентную ставку в сентябре. Я думаю то, что при снижении инфляции вероятность смягчения американской монетарной политики в сентябре достигнет чуть ли не 90-95%. И с этим фоном уже нужно будет считаться с уважением к нему. И здесь осознавая то, что перспектива первого за много лет снижения ключевой процентной ставки может оказать приличное давление на курс американского доллара. Поэтому сегодняшний отчет, период после него, после выхода релиза, это такой своеобразный уровень водораздела. Мы сейчас находимся в длинных позициях, но получая сигнал и подтверждение ослабления инфляционного давления, нужно будет уже пересмотреть отношение к доллару и искать, высматривать целевые ориентиры уже пониже текущих значений. Ну, соответственно, завтра мы, разумеется, обо всем об этом еще раз поговорим. Золото 1379 долларов за тройскую унцию, сантимент 40-60, меньшинство находится в длинных позициях. И я за прежний сценарий роста того, что золото может добить на ожиданиях выхода сегодняшнего релиза по инфляции до отменки 1300 долларов за тройскую унцию. Кстати говоря, одним из факторов поддержки золота в последние дни могла быть отсылка все-таки на рыночное мнение, скажем так, что на самом деле Народный банк Китая, который вроде бы как официально приостановил закупки золота и не покупает уже этот металл два месяца подряд, держит резервы на уровне 2264 тысячи тонн. Но многие эксперты считают то, что Народный банк Китая продолжает импортировать золото, и объемы покупок сейчас достигли гораздо более значительных, а может быть даже рекордных уровней, которых Китай просто не хочет отчитываться. И учитывая глобальный тренд на скупку рынка драгоценных металлов со стороны мировых центральных банков, я считаю, что этот сценарий точнее такие действия Народного банка Китая более чем оправданы. Поэтому не нужно говорить о том, что сейчас локально снизился спрос со стороны мировых регуляторов на рынок драгоценных металлов и в частности из Китая. Думаю, что на самом деле это не так. Европейская ольта против доллара 1,0840. Ждем отчет по инфляции в Германии. Есть вероятность более низких значений инфляционного давления, что будет влиять на евро негативно, но на долгосроки. Поэтому сегодня в целом мы тоже будем следить за отчетом по инфляции в США с осознанием того, что этот лист очень сильно повлияет на динамику евро. Австралийцев этих доллара 0,6760. Максимальные значения уже с декабря до 2023 года. Мы очень вовремя купили австралийский доллар. Много раз объяснял, с чем это связано, почему Резервный банк Австралии заряжен и настроен на повышение ключевой процентной ставки. Даже в вчерашний отчет по рынку недвижимости Австралии объем выданных разрешений на строительство вырос на 5,5%. Это тоже, если копнуть поглубже, может быть компонентом, доказывающим рост потребительской активности, что в конечном счете подтверждает, что экономика нормальная сейчас существует в условиях текущего уровня ключевой процентной ставки и в целом может без особых проблем и трудностей пережить дополнительное повышение ставки, если оно будет необходимо для борьбы с инфляцией. Оно точно будет необходимо для борьбы с инфляцией, потому что индекс потребительских цен в Австралии уже находится на отметке 4%. Ждем дальнейшего роста валютной пары. Доллар иена 161.60 бездействие Банк Японии, конечно же, уже поражает. Но что уж тут поделать. Мы бессильны, нам остается лишь только дождаться этих валютных интервенций. Когда они произойдут, никто не знает. Но должны были, на мой взгляд, еще случиться, условно говоря, вчера. Австралиец против швейцарского франка тоже подчеркнул эту идею ранее на контрасте, торговля на контрасте монетарных политик, учитывая то, что Национальный банк Швейцарии будет снижать ключевую процентную ставку. Котировки 0.6080 с момента вчерашнего брифинга пара неплохо подросла. В целом можно еще подключаться к трейдингу по этому дуэту финансовых инструментов, ориентироваться на целевую отметку 0.62. И доллар канадец 1.3615 текущей котировки. Уровень безработицы, напомню, в Канаде вырос до 6.4%. В целом рынок труда, ситуация с рынком труда гораздо хуже, чем в Штатах. И я считаю, что пара доллар канадец на текущем этапе, точнее канадский доллар переоценен. Его можно распродавать, соответственно, ставить на лонговые сделки по этому дуэту активов и ориентироваться на целевую отметку 1.37-1.3750. И рынок нефти снова демонстрирует положительную динамику на фоне эскалации геополитической напряженности, несмотря на вроде бы как продолжающиеся мирные переговоры. И на фоне данных по запасам нефти США, учитывая летний сезон, активные автомобильные поездки, запасы нефти снизились на 3.4 миллиона баррелей, что логичным образом положительно повлияло на котировки черного золота. Цель на ближайшей торговой сессии – это обновление локальных максимум и движение выше 88 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!